сколько, например, копеек прибыли мы получим в результате выполненного проекта на каждый вложенный в проект рубль. Или иными словами, сколько центов прибыли мы получим в результате выполненного проекта на каждый вложенный в проект доллар. Это интегральная характеристика эффективности выполнения проекта, и она очень часто используется. Это уже цифровое выражение термина «эффективность». В дальнейшем в курсе мы всегда под термином «эффективность» будем сразу же автоматически понимать, что если речь идет о повышении эффективности, значит, это мы говорим о увеличении рои проекта или о увеличении рои штатного расписания. Вводится и такое понятие, как рои штатного расписания, то есть коэффициент возврата инвестиций в персонал. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Вторым разделом в основном регламенте по управлению проектами на каждом предприятии, как я уже говорил, например, это положение по управлению проектами, может быть классификатор проектов. Поэтому мы сейчас кратенько рассмотрим классификацию проектов. Классификация проектов может осуществляться тоже по разным метрикам, по разным параметрам. Как правило, специалисты в области методологии управления проектами стремятся охватить как можно больше параметров, классифицировать проекты как можно точнее. Но здесь стоит обратить внимание на то, что чем сложнее классификация, чем больше параметров классификации, тем больше мы будем тратить ресурсы на определения классификации, и тем сложнее нам далее будет работать с результатами классификации, с выбором методов и инструментов управления проектами. Но в целом роль классификатора проектов очень и очень важна в проектной деятельности. Вот почему на втором месте в положении по управлению проектами ставится именно этот раздел. Понятно, что если мы имеем дело с каким-то небольшим проектом, проектом краткосрочным, небольшого масштаба, то требования к процессу управления проектами, к процедурам, к инструментам, к технологиям будут определенные, и это, как правило, не очень большие, не трудозатратные, простые схемы управления. Если речь идет о сложном, комплексном, масштабном, высокобюджетном проекте, то здесь востребованность в методах управления проектами очень и очень высока. Мы не можем тратить дорогостоящие ресурсы управленческие, технологические, методические на управление незначительными мелкими проектами. То есть, подходя к управлению всем спектром проектов на предприятии, мы должны осознанно, стратегически, размеренно выбрать тот или иной подход. И вот для этого и существует классификатор. То есть, если образно представить себе всю машину управления проектами предприятия в виде, допустим, какого-то черного ящика, то на входе у нас идут все проекты, а на выходе у нас вся вот эта вот смесь хаотическая или полухаотическая, она уже структурируется, и все проекты раскладываются по полочкам. Каждой полочке соответствуют определенные наборы методик и технологий. У каждой полочки есть своя схема реализации. Каждый уже классифицированный тип проектов, он будет оптимально выполняться, используя те или иные ресурсы, схемы, процедуры выполнения. Таким образом мы понимаем, какова важность классификатора и классификации проектов. Итак, кратко рассмотрим примеры классификации. На слайде у нас приведен пример классификации по нескольким параметрам. Это, подчеркну, пример таких параметров может быть существенно больше. Итак, по размерности мы можем классифицировать проекты следующим образом. Мультипроект, монопроект, программы проектов. Монопроект – это проект, который, как правило, в себя вмещает однотипный вид деятельности или однотипную предметную составляющую. Например, монопроект – это поставка серверов для IT-проектов. Причем, если у нас территориально распределенный объект, то есть нужно, допустим, поставить по всей территории России, во все субъекты федерации, по два сервера такого-то типа. Это монопроект, и здесь предметная сущность, она однотипная. Но если, кроме поставок вот этого серверного хозяйства, нам еще нужно решить другие задачи, допустим, нам нужно создать сеть коммуникационную, оптиковолоконную линию провести или линии, нам нужно подключить спутниковую связь, нам нужно подключить сюда оборудование активное сетевое, коммутаторы, маршрутизаторы. Нам нужно здесь же решить проблемы с телефонией, поставить учрежденческие автоматизированные телефонные станции. Нам нужно решить проблемы с учетом времени предоставления услуг, это подсистема биллинга. Нам нужно решить проблемы, связанные с информационной безопасностью. Нам нужно решить проблемы, которые закрывают весь комплекс строительной готовности. То мы видим, что это уже не монопроект, а это мультипроект. Мультипроект может содержать несколько разнотипных проектов по своей предметной области. Проекты могут быть однотипные, разнотипные и так далее. Если мы говорим о большом комплексе проектов, о группе проектов, объединенных общей целью, то речь идет о программе проектов. Обычно используется этот термин, когда речь идет о значительном количестве проектов, охватывающих разные области, функциональные, плюс еще и значительные территории проект может покрывать. И при этом весь комплекс этих проектов мы называем программой. Программа проектов. Мы чуть позже остановимся еще раз на программах. По сферам деятельности классификация может быть тоже разная. Здесь приведен пример деления следующий. Технические проекты, организационные, экономические проекты.